Всем привет, это Молотилкин, и сегодня мы разберем мой трек Ineptitude с Обликой Пи, который вышел на самом музее в феврале этого года. Значит, поехали, я буду разбирать звук за звуком, что-то неинтересное, я вообще не буду касаться, так что только интересные вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Бас Не поверите, но это просто записанный бас из дропа, опущенный на октаву, и как-то здесь нарезанный. На фоне происходит дыхание, это я просто нашипел в микрофон, целую кучу всего опустил на октаву, и пропустил через небольшую обработчику с реверберацией. Что еще здесь происходит? Всякие перкуссии. Куча импактов. Импакты, кстати, сделаны из снейра. Если его открыть... Это просто снейр, который мы очень плохо сделали. Кики. Как видите, кики многослойные. В чем прелесть? Можно сделать кик тела, то есть который будет содержать все низкие частоты и основную мощь транзиента. Что-то такое более текстурированное, более в середине лежащее и широкое, чтобы придать окраску кику. И широкий транзиент, то есть очень широкий щелчок. За счет этого, меняя громкость щелчка, можно изменить насколько широкий кик. Может не очень заметно, но это действительно роляет. Немножко интересных звуков. Это было прикольно. Я сделал этот сэмпл, просто нарезав что-то типа час порнухи на всякие крики. И вы можете встретить этот сэмпл здесь по всему треку. Из него очень прикольные клапы получились даже. Вот эта штучка, это не знаю кто-то так делает, но если кинуть сэмпл в сэмблере и дать ему глайд на несколько октав с кроссфейдом. То есть он повторяется и можно ему дать глайд. То он будет, за счет того, что изменяется высота тона, изменяется длина сэмпла, будет такой апплифтер или даунлифтер. В зависимости от того, что вы хотите. Он довольно тихий, но вы понимаете о чем я говорю. Здесь заглячеванная версия. Добиться можно подобного эффекта, если поиграться с перетяжками. Особенно советую моно, спич, очень сильные пресеты. И пробовать разные настройки по смещению высоты тона и по длине. Здесь за счет того, что я поднялся тона и растянул, получается как бы, что он сократился за счет поднятия высоты тона и растянулся еще за счет увеличения длительности. И очень четко видно, что ему плохо, потому что можно видеть такие квадратики прям. На этом очень много можно всего построить. Советую играться. Ну, как видно, еще один такой же звук. Здесь вот тоже весь такой квадратный-квадратный. Таунлифтеры из других проектов. Кстати, вы можете видеть, что здесь есть звуки из GetMaster. Это название для коллаба с компайлером. Из Ичухи, из Рогана. Звуки из еще пары проектов, которые еще не вышли даже. То есть очень крутая тема, использовать звуки из других треков своих. И это очень просто делается во фруктах за счет того, что все, что вы записываете в Эдисоне, лежит в папке во фруктах в Slice Studio. То есть вы можете найти здесь все свои проекты. Все, что вы записывали в Эдисоне, будет здесь. И отсюда можно прям drag-and-drop. Это очень удобная фишка. Можно использовать для единства звука, текстура. Здесь из интересного бас появился. То есть это опять же бас из дропа, который я просто заресэмплил и нарезал кусочками. Но прикол в том, что кусочки каждый раз чуть разные. Я их двигал вот этим чудесным инструментиком влево-вправо. За счет чего можно получить чуть-чуть какую-то вариацию. Хотя это, по сути, один и тот же сампл, просто нарезанный. Э. Вот. Атмосферка. Что-то, что я когда-то сделал. Немножко апплифтеров, которые были сделаны ровно тем же самым принципом, что я раньше рассказывал, но только пропущенный через вакудр. Еще всякие разные гличи. И... Ну, вы знаете, что это. Из интересного в этом сэмпле это обработка. Эммм... Поскольку сэмпл в оригинале моно, если я все выключу... Оу, надо, надо только его послушать. То есть он моно. Ну, он немножко спонирован, но вообще он моно. Эээ... Как достичь того, чтобы он был такой широкий? Я придумал фишку, что можно взять моно канал, сделать его громче слева и справа. Но правый не просто, он еще предварительно через ревер пропущен. То есть получается, как бы, сухой сигнал играет слева, а хвост от ревера, от этого же сигнала играет справа. Получается, что он как бы разведен. То есть, если выключить все остальное, что здесь есть... И... Конечно же, послушать ручкой. Потому что я не умею слушать по-другому. То есть, вы слышите, что он стал куда-куда шире. И дальше здесь довольно примитивная обработка с реверберацией и эквалайзерами. А, ну да, включите каналы. Вот. Ээээ... Здесь у нас снова куча киков. Опять 10 слоев разных. Эээ... Это хлопочек, который был сделан из хлопочков. Секих разных. Из того же сэмпла, из которого крики. Ээээ... Транзиенты. Еще более острые транзиенты. Эээ... То есть, кики могут быть в 10 тысяч слоев. И вообще без проблем. В каком-то проекте, я помню, 10 слоев использовал как раз, чтобы сделать один кик. Получилось очень годно. Потом советую, если вы делаете такую всякую хрень, типа, наслаиваете 10 сэмплов, просто сохранять их куда-нибудь себе. То есть, записывать и сохранять, чтобы не лезть потом в проекты. И можно в Slice Studio, опять же, найти их будет. Куча просто сэмплов. Я даже не буду останавливаться на том, откуда они... Опять же, сэмпл того же самого баса, который играет в дропе. Только под фильтром. Ну и придроп. Придроп, короче, история такая мне, друг. Эээ... Когда это был, вот, январь 2018-го. Эээ... Скинул демку. 3, 2, 1... Дроп! Так, не она. Вот, это она. Не то, открыл. Скинул мне демку, типа... Посмотреть могу ли я что-то с ней сделать. Ну... Ну, я и сказал, что, типа, ну, давай, я что-нибудь сделаю, и попробовал просто развить идею, которую он там изложил, вот, и потом я ему сказал, что, типа, давай, может быть, мы как-нибудь скооперируемся и сделаем вместе этот трек, закончим, выпустим, но он что-то не очень захотел, поэтому пришлось это делать мне, но он был не против, что я выпустил этот трек, так что все честно. Бас здесь, наверное, вас больше всего интересует, он здесь сделан довольно хитроумно, здесь еще и ресэмплинга дофига, вот он, бедный ресэмплинг, а что здесь именно происходит, происходит здесь один, по сути, единственный плагин, который называется Morph, вот он, это, по-моему, он был бесплатный, если не ошибаюсь, можете проверить, который как-то смешивает два звука, которые в него приходят, то есть, если в процессинге настроить, что у него два разных звука приходят в разные слоты, то здесь можно крутить крутилки и будут смешиваться эти две текстуры вместе, и здесь это автоматизировано, то есть, бас... Я такой, наверное, шредер, который я где-то нашел. Вместе бас я сам сделал, этот шредер я откуда-то взял. Ну, впрочем, бас получился все равно самобытный. Вот. А потом я его заресэмплил, чтобы можно было изменять, там, нарезать, потому что потом ритмы меняются, и, типа, вручную все это подстраивать. Автоматизация была супер-бом, поэтому я ресэмплил. Из звуков 10 тысяч слоев снейров разных киков целая тонна. В общем-то, все их прогонять не вижу смысла, но просто имейте в виду, что это вот одна палитра киков, и в других частях можно выкидывать некоторые слои из них, из снейров, из киков, добавлять другие, за счет этого ударные будут немножко изменяться по треку, чего я довольно, ну, так нечасто слышу, кроме каких-то акустических, наверное, ударных. То есть, что можно в течение трека изменять текстуру ударных. Вот это очень круто, я считаю, прям. Такого надо делать больше. Вот эти штуки. Опять же, из какого-то пака я взял вот такой чудесный звук, и его немножко нарезал, задистортил. Собственно... Ну, если слышите, что в этой части. Тут несколько поменялась текстура, потому что добавились другие всякие снейры, плюс тут добавились вот эти чудесные ударные. Очень интересный план обработки тут был. Если выключить весь процессинг на них, то они звучат вообще не очень вкусно. Ну, за счет того, что мы применяем целую кучу компрессии, транзиент шейпинга и дисторшена, они как бы выжимаются. То есть, вот здесь просто компрессия, 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 причем такая греющая. А в конце, вишенка на торте, вот в этом чейне, первый плагин, Maximus, который делает очень тихим-тихое и очень громким-громкое, причем в мультибенде. А дальше, транзиент шейпинга и дилей, целая куча и куча вырезаний этих самых резонансов. Довольно важный этап. Никогда нельзя пренебрегать резонансами. Помимо этого, еще какие-то сэмплы и винил, почему бы и нет. Опять же, сэмпл, который точно так же, он не застереодилейен, он именно что сухой слева, а влажный справа. То есть, это не стереодилей. Потому что со стереодилеем начинаются проблемы, когда вы моно пытаетесь собрать обратно. А так, нету дилея, поэтому моно, когда будете собирать, будет нормально. Это важная фишка. Во втором брейке, я хочу заметить, немножко другие ударные. Опять же, палитра чуть-чуть меняется. Здесь появляются low-fine и снейры. И здесь вместо того брейкбита, здесь просто тарелки. Вот. Это очень странное место, и оно мне всегда не прогружает почему-то снейры. Здесь все построено на... Вот видите, зарезан вот этот вот эсэмплин бас. Он обрезан, и снизу автоматизация фильтра на нем. То есть, за счет того, что я зарезэмплил, я смог подобрать место, которое удачно работает с фильтром. Но, о чем я хотел сказать, это последить, как меняется ширина ударных в этой части. Да, блин. То есть, здесь ударные узкие, типа такое low-fine на диповое место, поэтому все, типа, весь микс, он немножко сузился. Нету верхов так много, а потом в этом месте происходит разгон, появляются тарелочки, которые тоже запитчены. Вот тут есть автоматизация. И потом появляются, типа, широкие вот эти вот транзиенты и широкие кики. И они уже наслаиваются на тот же самый низ. То есть, низ тот же самый кика, а верх другой. Такая вот фишка. Ну, и здесь тоже широкие дела. Ну, про всяких звуков. Чем больше звуков добавить, тем лучше. Главное, чтобы они не мешали друг другу. Ну, и самое мясо, наверное, что все, что касается второго дропа, можно здесь объяснить. Здесь происходит, опять же, какой-то даунгифтер. Его еле слышно. Ну, вот слышно. Это просто тарелочка в петле. Но самое интересное, это вот эти штуки. Это... Это автоматизация дилея. То есть, я очень часто это делаю. Вы просто берете какой-нибудь звук и пару крутилок, если у вас есть. Какой-нибудь миди-контроллер, можно назвать, миди-контроллер. Можно подрубить в дилее, время дилея и фидбэк. Ну, или... Вольюм иногда он еще называется. Ну, типа... Фидбэк, да, дилея. И если вручную эти параметры крутить во время того, как у вас играют какие-нибудь сэмплы, можно добиться такого вот вида всяких штук. И здесь просто целая куча слоев этого дела. И я получил большую часть звуков, которые вы встретите во втором дропе, именно так. Но мы сейчас доберемся туда, я покажу, что именно. Ты здесь? Вот, вы слышите дилеи. Только заревершенные. И вот этот тоже. Прям слышно, как меняется время дилея. То же самое. Вот этот, по-моему, Frequency Shifter на синусе. То есть просто какой-то колокольчик такой с Frequency Shifter. И от него дилей. Ну, здесь все остальное, в принципе, дано очевидно. Соответственно, здесь такая вообще супер страшная штука происходит. Вот эта. Какая-то куча звуков. Это я записал, сел с дилеем и записал довольно длинный файл. Вот, в котором целая куча этих дилейных гречей. То есть я просто сидел, крутил крутилки. И потом искал удачные места. Типа. Ну, это выглядит интересно. Может быть, где-то можно использовать. Так посидел, повырезал разных кусков. И потом из них начал собирать дроп. Собственно, это очень хорошая техника. Если дизайн довольно сложный, его сложно автоматизировать. Сразу непонятно, какой ритм можно сделать. Хорошо всегда иметь под рукой несколько файлов. В которых просто есть интересные куски. Которые потом, может быть, пригодятся. Собственно, вот, здание. Просто нарезано. Все. Немножко дыхания на фоне. Просто том. Звуки из HF Empire. Скуда же без них. Еще одна прелесть иметь ресэмпленный бас. Потому что на него можно кинуть пога. То есть это просто вот, пога. Все. И он такой получается, типа, неиспадающий. Над ним еще играют какие-то фоли. Типа фоли цифровые. Вот. Опять же, дачная комбинация. Что это такое? Lush. Такой выход. Здесь добавляются более длинные этих адреса. С каким-то интервалом. Под ними басы те же самые. Куча-куча разных даунлифтеров. Куча крэшей. Ну, такой звук еще добавился. То есть, опять же, проварировались немножко ударно. Они стали более песочные за счет этой штуки. И еще такой аддитивный какой-то snare. Какие-то еще перкуссии. Короче, всего-то куча. Но самый прикол, это вот эти вот. Как бы третья вариация тех же самых. Того же самого брейкбита. Но только это такие деревянные, деревянные штучки, которые Frequency Shifter обрабатываются и получаются. Такое что-то прям интересное в плане текстура. То есть, просто здесь куча-куча накиха на этих кусков. Та же, вот этот вот. Прекрасно. Ну, и на фоне куча криков. Собственно, выход весь в треке. Вот весь бас. Это как раз просто дилей. Я даже его не обрабатывал. Это просто удачный дилей, который я кинул в конец. Так что вот такие дела, господа. Надеюсь, вам было интересно смотреть. И вы что-то узнаете для себя нового. Всем советую поиграться. Может быть, с этими техниками. Потому что они очень простые и не требуют даже каких-то специфичных плагинов. Достаточно просто иметь фрукты. И какой-нибудь дилей. И все. Типа, ничего особо более важного не нужно. Вот. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Не подписывайтесь. Не оставляйте лайки. Не оставляйте комментарии. Вот. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok